так всем привет я сегодня еще ничего не записывала вообще на камеру снимала только какие-то отрезки в общем я сегодня ходила на циклоскопию уже у меня все прошло уже даже зрачок он сузился и чуть позже вам расскажу что за процедура вообще зачем она нужна вот сходили у меня до сих пор на яркий свет глаза щипят но ничего страшного еще домой приеду дома в принципе нормально вот закупились овощами и мясом ими купили всякие штучки спирт домой вам покажу вот вообще циклоскопия это кстати процедура такая не болезненная но неприятная потому что тебе в глаз вставляют вот эту линзу и начинают чуть крутить увеличивают глазное дно чтобы увидеть надрыв сетчатки либо разрыв и так далее покажу вам что у меня в этот раз потому что в этот раз немножко по-другому чем в прошлый раз было вот и все теперь мне нужно пройти стоматологом и терапевтом но я не знаю когда это сделаю скорее всего уже после визита к своему гинекологу то что у меня нет времени к сожалению все это ходить вот кто-то напишет как ты можешь как ты можешь ты же беременна ты должна должна ходить по врачам на самом деле нет потому что терапевт ничего толком тебе не скажет он у тебя спросит как ты себя чувствуешь посмотрите последние анализы и все что что-то там извне какое-то какие-то дополнительные услуги тебе никто не предоставит естественно вот только то что мне было важно это с глазами я сходила донтист тоже самое потому что в прошлом году я лечила зубы полностью поэтому просто напишет что там все нормально и все вот на улицу на жарко но завтра будет у нас уже холодно прохладно точнее и в понедельник вообще будет холодно так что такие дела я кстати уже надела свои старые джинсы для беременных вот видите с такой полосочкой теперь не хожу прошлый раз когда их покупала они меня были чуть большевата потому что я весила тогда мало а сейчас прям вот как надо сидят классно не классно смысле меня не нравится они вообще не нравится одежда для беременных она какая-то какая-то знаете такая не знаю не такая она мне вообще вся не нравится я очень редко могу что-то найти оттуда но к сожалению другого выбора нет джинсы все равно нужны джинсы либо лосины вот и лосины я еще не нашла но тоже себе куплю вот такие дела я жду мужа когда он выйдет с этого с магазина хочу же домой так устала с утра дела кукурузу будем готовить ее по рецепту из тиктока все говорят что-то такая классная вкусная кукуруза получать мы не знаем смотрим так покажу вам что купили мы для м и такую вот миску знаете это эти покупки из разряда тех которых никогда не находили руки но вот ты увидел последний момент решил купить самом деле с алиэкспресса давно хотел заказать но хотел заказать чтобы миску тоже насыпался корм вот так это выглядит такая классная чашечка но мы решили сможем оставить так как есть потому что сейчас я не одна у нее еще есть здесь два друга и поэтому если миски будет насыпаться корм автоматически то весь этот корм будет съедаться потому что не всегда контролируем кто заходит в нашу комнату из животных и в любом случае они всегда едят именно корм но бывает но зато зато вода поилка она автоматическая ну как автоматическая там есть такая пимпочка и когда водичка здесь кончается вот просто с баночки и бутылки еще наливается вода что круто потому что тоже они все пьют с этой миски вода расходуется просто очень быстро кстати вот тут ими волос уже попал как-то сюда непонятно вот и постоянно наливать воду в общем это бесит более у нас низко стоит не на кухне в нашей комнате чтобы эмма только кушала короче не могу я достать на рукой ой блин никак ладно вот такая покупочка стоит она такая миска скажу вам сколько 3000 сколько она стоит то непонятно короче 2 250 она стоит вот ну в принципе в интернете на в адресе и на али я такой же цене так еще купили такую штуку тоже давно я хотела ее купить часа часу не видим это я то что начисала надо будет убрать сейчас у нее не такая линька но в период блин вообще нам это что-то всегда не хватало стоило на пищу 150 и купим два вида корма чуть-чуть по такой мелкие немножко чтобы было удобнее кушать и вот этот вот такую побольше и я обожаю как пахнет кошачий собачий корм нормально это или нет вот но дело в том что роял камин который все блин советуют такой лакшери корм дают и британцам и этим без шорстки которые сфинксы всем воздают самый прекрасный дорогой но типа все его всегда хвалят так вот я потом почитала состав этого корма и после этого перестала брать роял к ним вот беру сейчас ищу какие-то аналоги вот этого попробовали вот насчет вискоса до эмо ест вискос спокойно без проблем без всяких мы чередуем с кормом таким допустим месяц кормим ее таким формам вместе вискосом вот не знаю как это полезно или не полезно но сэмо ничего не происходит она нормальная в общем иногда даже когда ты даешь вот такой корм она себя ведет как-то не так где не менять в общем или что-то еще но с вискосом не вообще все хорошо так я решила выйти на улицу во двор точнее на площадку чтобы рассказать вам про циклоскопию здесь мне никто не мешает никто не издает лишних звуков которые потом нужно будет убирать на видео поэтому я решила посидеть здесь у нас как эти жарища вот вообще если рассказывать в общем про процедуру и вдаваться в эти подробности это будет очень муторно долго поэтому вы можете прогуглить для чего делают циклоскопию там в принципе нет ничего такого что может вас как-то огорчить или насторожить ну это же не какая-то болячка или болезнь в общем эта процедура проводится беременному у которых есть какие-то проблемы со зрением но по моему сейчас не только тем у кого есть проблемы по моему всем но я могу ошибаться я делала первый раз эту процедуру его час сделала 2 просто первый раз я делала где-то на 30 или 27 неделе по моему так где-то вот а сейчас чуть пораньше чтобы если вдруг что можно было что-то исправить и зачем она делается и смотрят ваши глазное яблоко глазное дно и проверяют сетчатку потому что это очень важно если у вас есть разрыв то вас не допускают к естественным родом либо же либо же вы идете на спайку лазером как мне сегодня объяснили есть два варианта некоторым спайка не подходит то есть уже все но уже как бы поздно либо по сроку там что-то не подходит либо еще по каким-то показаниям но в основном отправляют сначала на спайку и потом уже смотрят повторно если все окей отправляет на естественные роды если что-то не то и не так пошло отправляют вас на плановое кесарево сечение вот почему для меня эта процедура была так важно потому что у меня проблемы с глазами и я сейчас вижу мутно то есть у меня по моему минус два с половиной минус один но это минус маленькие как вы все можете понять но именно вот это некомфортность зрения то что я постоянно все вижу мутно и не вижу надписи все у меня вот так вот замылено ну естественно не доставляет мне никакого комфорта да насчет линз я пробовал носить линзы мне не понравилось ну может быть дам им еще второй шанс попробую потому что мне кажется летом удобнее с линзами почему когда надеваете темные очки у меня даже темных очков нет потому что я не вижу в этом смысла так как на улице мне некомфортно передвигаться когда я не вижу каких-то табличек вывесок в общем я дезориентируюсь дома я спокойно двигаюсь без очков вот поэтому мы сделали такую процедуру она безболезненная но она неприятная то есть процедура сама она не болезненная но она очень такая неприятная потому что вам вставляют в глаз вот эту линзу и потом начинают ее крутить так увеличивать либо уменьшать вот но ничего болезненного здесь нет это буквально длится минут десять по пять минут каждый на каждый глаз а то и меньше даже где-то по три минуты вот поэтому ничего не бойтесь если вам просто предстоит такая процедура лучше я считаю лучше провериться потому что глаза это очень важный орган наш и я думаю вы не хотите чтобы потом что-то случилось с вашей сетчаткой или в принципе в общем-то со зрением сначала вам закапывают капельки для расширения зрачка вы сидите 15 минут потом она смотрит если у вас все окей то закапывает вам обезболивающие капли и потом когда все пройдет закапывает еще капельки такие чтобы снять вот это действие в целом процедура длится если совсем со всеми вот этими действиями где-то полчаса и потом вы еще отходите полчаса потому что вот сейчас я сижу и мне яркий свет не доставляет дискомфорт но как только я вышла и вот мы ездили за овощами и за мясом мне очень было некомфортно именно от света вот вот вроде все рассказал пишите если у вас есть вопросики сейчас я пойду делать кукурузу а по рецепту из тиктока покажу вам должно получиться вкусно но все говорят что вкусно лучше чем сваренная кукуруза чем я уже наболтала на пять минут у меня такие глаза зеленые здесь капец на свету пробуем рецепт из тиктока намазываем сливочным маслом каждую кукурузину потом посыпаем солью всякими травками специями и я еще паприкой посыпала посмотрим что получится обворачиваем каждую фольгу и в духовку так девочки уже вообще все спят на ужин не показала вам муж попросил жареное мясо готовили и начала мама закончила так короче все спят у меня ночной дожор хочу апельсинку почистить только что тела голубик у которых пиво мироши ну как съел штучек 10 тела старая ему оставила такая вкусная просто вообще у нас голубика стоит сколько там грамм даже не знаю 20 сколько там мало очень грамм 1200 тенге стоит но она такая вкусная ну просто вот она еще так прикольно лопается когда ты кусаешь вот сейчас чищу этот апельсин и пойду спать поставлю себе асмр я люблю слушать асмр еще засыпать люблю под него кто не знает кто не в теме это такая штука ну как штука в общем в тик токе проводят много прямых эфиров и там всякие штучки к микрофону подносят типа там шуршание пакета не знаю или проводят как-то мне эти звуки очень нравятся я не знаю я психически больна наверное вообще они меня очень успокаивает ей под шум дождя очень хорошо засыпаем и под белый шум который ставлю мирошу тоже очень хорошо засыпал поэтому мне все вот эти разные шумы очень нравится я одних тоже прекрасно засыпаю вот но сначала надо съесть апельсинку половинку хотя бы да короче у меня открылся дожор прям не ночной а вообще просто вот смотрите то есть по моему верху в принципе можно понять уже что поправилась хотя я ну как по килограммам я поправилась только на на два килограмма получается вот я еще не взвешивалась на прошлой неделе я взвешивалась надо будет попробовать посмотреть сколько завтра вот и я у похудела апельсин очень вкусный я первом триместре похудела из токсикоза но не намного на два килограмма что ли или на 10 килограмм по моему на два вот вообще вес во время беременности играет очень важную роль почему врачи не разрешают прибавлять до без потому что вам сама будет тяжело на самом деле вот я когда я сейчас поем я очень плотно сегодня поела и мой внутренний человек я же сама чем я не могу остановиться вот сейчас съем апельсинку уже пойду ну вообще в будни не я так себя не веду то есть я могу поесть один раз день утром точнее два раза утром позавтракать до чем-нибудь на работе и потом в обед поесть плотно вечером я уже не ем ну зачастую иногда конечно ем когда хочется сильно вот потому что самой очень тяжело становится реально и вот это вот дурацкая отмазка я ем за двоих или кто любит говорить ешь 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 типа ребенку надо но это все конечно вы сами понимаете да это мне кажется из разряда фантастики не стоит набивать себе 20 килограмм 20 некоторые 30 набирают я конечно не зарекаюсь как у меня будет в этот раз на прошлый раз я набрала 8 килограмм или 7 килограмм что-то такое и все пошла так рожать и мне было очень легко ну то есть комфортно передвигается я не чувствовал никакой тяжести не было отеков мы плите ничего не было такого что может отягостить мою беременность вот в этот раз я тоже не планирую набирать много не планирую и ем да но я ею фрукт надеюсь что не так не отразится на моем весе в boundaries вы во на когда мы в